Молодцы, кто за светлой пойти, в небом уме, да стёрной рукой строю. Печальными и прекрасными нотами открылся митинг у Корейского культурного центра. Так потомки отмечают День памяти тех, кто погиб в жестокой борьбе с японскими интервентами. 101 год назад враги напали на войска, которые находились в Приморье, в том числе и на территории Уссурийска, взяли в плен лидеров Корейского освободительного движения, многих убили. В ночь с 4 на 5 апреля находившиеся на территории Восточной Сибири японские войска вероломно напали на органы советской власти и военные гарнизоны. Эту ночь называют самой кровавой за всю историю гражданской войны и иностранной интервенции на российском Дальнем Востоке. Корейская слободка находилась во Владивостоке, именно её окружили захватчики. Они беспощадно расстреливали всех, в том числе и мирное население. И горечь этой утраты живёт в сердцах народа до сих пор. Дорогие друзья, от имени коллег, депутатов, законодателей собрания, хочу пожелать вам и оптимизма, благополучия, здоровья под же случаем. И чтобы ваша хорошая, нужная общественная организация и дальше была, процветала, шла вперёд и развивалась. Тогда корейцы бок о бок сражались с русскими солдатами против японцев. А такой митинг ежегодно устраивают для того, чтобы научить молодое поколение беречь память павших. Ведь тогда люди боролись именно за светлое будущее своих потомков. Связь поколений должна всегда везде быть. Мы не хотим превращаться в манкуртов, людей не помнят их родства. Поэтому мы и отмечаем, чтобы молодёжь воспринимала нашу историю. Без истории нет будущего. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.